То, что шоу Королевское, становится понятно с первых минут циркового спектакля. О декорации, которые напоминают интерьер замка, шут, придворные в роскошных костюмах и король Гия Эразе. Это он, известный дрессировщик, придумал и воплотил в жизнь программу «Пять континентов» с желанием познакомить зрителя с колоритом каждого из них. Знойный восток, дикая Африка, опасный мир джунглей, бразильский карнавал и цыганский табор. Все это на одной арене. Мой коллектив называет такой целый творческий завод. Это не просто целковое представление, это шоу, это спектакль, где есть некая драматургия, конва, линия сюжетная, идет по всему спектаклю. У нас замечательный режиссер, который работал с Ларисой Долиной, она же работала с Машей Распутиной, с Сашей Песком. «Пять континентов» во многом уникальное шоу. Цирковой спектакль бьет десятки рекордов. Во-первых, по количеству декораций и костюмов. В постановке задействовано 130 артистов, для них сшито почти 3000 костюмов. Музыка тоже авторская. И сами номера поражают воображение. Одни артисты удивляют чудесами эквилибристики, другие взмывают под купол цирка безо всякой страховки. Количество животных и еще один рекорд. В цирке Гия Эрадзе их более 300. Антилопы, верблюды, олень, як, шимпанзе, медведи, попугаи, лемуры, львы и тигры. Один из захватывающих номеров – полет хищника с дрессировщицей под купол цирка. Массу эмоций у зрителей вызывает и номер с лошадьми. Хрупкие девушки демонстрируют чудеса джигитовки. Уже на первом премьерном выступлении в зале Сочинского цирка нет свободных мест. Зрители в восторге. Побывать сразу на пяти континентах все желающие могут, посетив программу Гии Эрадзе. Гастроли цирка продлятся до 31 августа. Трехчасовые спектакли будут проходить по четвергам и каждые выходные.